Марина Таубер заявила, что «Газпром» всегда выполняет контрактные обязательства и заключение долгосрочного соглашения о поставках – это гарантия того, что страна не останется без газа, невзирая на ситуацию в регионе и геополитическую обстановку. Так, Таубер прокомментировала решение Украины не продлевать соглашение на транзит российского газа по территории соседней страны. Контракт с «Газпромом» станет гарантией для наших потребителей того, что они будут получать и дальше газ по низкой цене. Как его доставить – это уже задача «Газпрома», и она решаемая. А что будет с румынским газом, который по факту является тем же российским газом? Его стоимость вырастет в несколько раз, потому что газа станет меньше на европейском рынке, и за него будут конкурировать. Никто не даст нам никаких привилегий. Таубер заявила, что цены на природный газ в странах СНГ значительно ниже, чем в Евросоюзе. Для молдавских бытовых потребителей газ стоит 830 долларов за тысячу кубометров, для российских – 67 долларов. В других странах СНГ также газ стоит меньше. Мы еще не вступили в ЕС, мы не завершили строительство обещанной инфраструктуры, мы не создали рынка для энергоресурсов с ясными правилами игры. Но при этом мы уже зависим от цен на энергоресурсы, которые устанавливают на европейском рынке, и от поставок, осуществляемых трейдерами, которые заинтересованы лишь в росте собственных доходов. Представитель политического блока «Победа» Юрий Витнянский назвал недальновидной политику нынешней власти. В 2022 и 2023 годах был закуплен избыточный объем дорогого газа. На международной газовой бирже газ подешевел до 320 долларов за тысячу кубометров. А госпредприятие «Энергоком» продолжило закупать по повышенным ценам газ за 605 долларов за тысячу кубометров. Сравните, 605 и 320. А для населения стоит отметить, что в это же самое время газ продавался в 6 раз дороже, за 30 леев за один кубометр. Разница существенная. При этом в 2022 году Молдова закупила 600 миллионов кубометров газа по средней цене в 1024 долларов за тысячу кубометров. При необходимости 100 миллионов кубов в зимний месяц года. Витнянский заявил, что политический блок «Победа» отправил в правительство запрос о проверке законности заключенных газовых сделок. По мнению политика, из этих соглашений граждане оплачивали газ по завышенному тарифу. Никакого ответа на свой запрос блок так и не получил. На сегодняшний день весь российский газ, поставляемый «Газпромом» в Молдову, направляется в Приднестровье. При этом основная его часть используется расположенной на левом берегу Днестра молдавской ГРЭС для производства электроэнергии. Цена на электроэнергию «Молд-ГРЭС» для потребителей с правого берега составляет 66 долларов за 1 мегаватт-час, что заметно дешевле, чем на альтернативных румынском и европейском рынке.